ну что ж один из самых сложных месяцев когда у меня вылетел над коленник и моя коленка вообще ни на чем не держалась поэтому мне наложили огромный гипс на ногу и сказали не двигаться максимально и вообще не наступать на ногу я ходила по врачам и была всегда в одной и той же позе и еще опухло все мое тело лицо и коленка да если честно я хочу просто сказать спасибо юлия которая терпела все мои истерики и ухаживала за мной потому что мне было морально и физически очень тяжело и больно я много плакала и вообще я не хочу вспоминать этот период всем спасибо всем пока тут можно сравнить мою изящную коленочку и мою толстую ногу все не знаю как начать этот влог потому что у меня завтра день рождения но у меня столько всего произошло в жизни с последнего видео и я практически пропала из соцсетей хотя у меня было много планов и много активностей и я думаю что я сейчас все это расскажу а пока буду собираться сегодня у меня прием у врача и хотелось бы конечно чтобы это был просто терапевт но нет это ортопед наверное я расскажу небольшой экскурс пока буду собираться здесь вам будет интересно послушать про мой уход и заодно посмотреть на события последнего месяца самом деле было много прикольного в мае я нашла новое хобби в дополнение к своему английскому это танцы я записалась в студию у нас в городе сначала сходила на пробное занятие если честно я вообще не разбираюсь в танцах потому что не знаю какие там есть направления какие мне больше всего подходят какие мне могли бы быть интересны и поэтому я решила сначала сходить на пробное и если мне понравится сама студия для меня это тоже важно чтобы она была современная чтобы там были хорошие тренера дай поле и чтобы там были направления которые мне интересны я пошла в студию вау и сходила на джаз панк это такое женское направление сам без каблуков но с наколенниками потому что ты часто ходишь партер танцуешь в общем внизу пола там развиваешься с такими резкими движениями по поводу ухода сначала я использую пенку для лица затем наношу тоник это все азиатская косметика я сейчас временно живу у юли но в целом у нас уход с ней одинаковый господи с чем я подстригла челку она мне надо ладно нет надо мне начинается челка начинаю я с пенки потом у нас идет тоннер больше всего мне нравится марки аэмфром вот спасибо спасибо большое очень здорово вот даю ему немножечко впитаться затем идет сыворотка если честно мой уход раньше был таким очень непонятным я просто выбирала не по компании не по продукту не по особенностям кожи а по цене если я видел какую-то скидку не знаю подружки еще где-нибудь и просто покупала косметику не знаю тип кожи потребности кожи сейчас конечно не слежу изучая всю эту тему становится более такой образованный плане косметики мне это очень нравится и я чувствую как моя кожа становится лучше она такая сияющая у нее уже природный блеск она у меня сухая достаточно вот поэтому у меня почти вся косметика направлена на увлажнение ну так вот вернемся к танцам с танцами на самом деле все очень интересно потому что я сходила и мне не понравилось я решила попробовать другие направления я сходила на растяжку и на здоровую спину и затем пошла на кей-поп в целом ни для кого не секрет что мне нравится культура азии и мне очень нравится каверденс и я решила сходить на кей-поп чтобы чтобы что ну чтобы попробовать себя в этом направлении мне очень понравилось вообще супер я рассказала всем кому смогла про это направление показала что я выучила видео урок на ютубе нашла у исполнителей скачала себе эту песню и подумала о а покажу-ка я юля как я научилась танцевать было очень тупое решение потому что я танцевала в носках я танцевала в носках и на активные движения я тупое решение моя коленка просто влитела это очень больно в общем-то у меня вывихнут колени к посрались вся во-первых я потому что я увидела как двигается моя коленка в сторону и-и просто упала ну от сильной боли или упала на эту же ногу очень напугалась потому что я не знала ну я в целом не знала как вы flu выглядите вывих надколенника. Я просто думала, что у меня какая-то кость целая ноги вылетела, что у меня перелом. И мне очень повезло, потому что у меня коленка сразу же вставилась обратно, то есть она полетела и сразу же залетела. Движения ногами были, как это объяснить. Ну, в общем, вот я стою, и у меня ноги двигаются туда-сюда, туда-сюда. Вот. Мы сразу же поехали в травму. На самом деле, всё прошло быстро. Мы ездили в государственную травму, которая у нас здесь в Ярославле. Охранник увидел, что я не могу идти, я в целом не могла никак согнуть ногу. То есть я упала, она у меня была примерно вот в таком положении нога. То есть я не могла её выпрямить вот так, вот так, вот так, как угодно. Но вот я как лежала, я так и не могла никак её сдвинуть. Это было очень больно. Я в целом плакала много. Вот. И позвонила в травме Любе, чтобы она меня успокаивала. Мы даже не успели договорить. Меня уже завезли ко врачу. И она мне говорит, рассказывайте, что случилось. Я ей рассказала эту историю. Она спросила, в какую сторону у меня выехала коленка. Я ей показала, посмотрела. Я всё это время сидела в коляске. То есть я даже не ходила. Хранник очень дружелюбный. меня везде возил, который там был на этой коляске. Мне сказали, ну, прикольно. Езжай на рентген. Также меня отвезли на рентген. Вот. И поставили диагноз, что там, повреждение связок, вывих над коленником. Я подумала, ну, ладно, он же залетел обратно. Вероятно, это там, ну, пару дней повреждения связок, всё хорошо. Меня после рентгена, меня завозят обратно ко врачу. И она говорит, ну, всё, едьте на гипс. Я думаю, смешно. Какой гипс? У меня не перелом, ещё. Меня реально повезли на гипс. Я спрашиваю, сколько мне примерно ходить. И на что мне говорят. Ну, ориентировочно три недели. Я думаю, блин, какие три недели. Ну, это реально казалось какой-то шуткой, что я три недели буду лежать в гипсе и ничего не делать. Ну, просто один раз уже был гипс, и я просто лежала месяц дома. И это очень тупо, ты не можешь двигаться вообще. Ты сидишь в четырёх стенах. И на тот момент мне даже казалось ещё, что наверняка у меня гипс будет просто чтобы, ну, как для фиксации, и он будет небольшой, ну, например, на коленку. Вот мой гипс. Вот, кстати, это положение моей ноги. Такое вот согнутые. И я ходила в этом, ну, точно неделю, даже больше, полторы недели. Сейчас я ношу ортез. И, во-первых, это было больно. Мне прописали таблетки и обеспаливающий гель, который разрешили пить только с четвёртого дня. Я начала пить с первого дня, потому что я в целом не могла спать. У меня начались бессонные ночи, потому что, во-первых, гипс очень тяжёлый. Ну, тебе тяжело поднимать ногу. Во-вторых, моя нога была всегда в подвешенном состоянии. Я решила не отказываться от работы и, соответственно, сидела, работала тоже с поднятой ногой в одной позе. И тупо ты не можешь сесть за стол, потому что твоя нога, она не помещается под столом. Поэтому я всё время сидела на диване, у меня начала болеть спина. И ты не можешь спать на боку. Это очень... В целом всё сложно, тебе всё затекает. Ты не можешь двигаться. Тебе нельзя вообще нагружать ногу. Но тебе нужно ездить по врачам на МРТ. К хирургу я ездила, к ортопеду. Короче, это всё очень мучительно. И я очень ждала, когда мне снимут гипс. И вот совсем недавно мой ортопед сказал мне, что я могу перейти на ортез. И сейчас моя нога выглядит. Боже, как мне бы это показать, конечно. Вот. И это всё равно больно. Она всё равно опухает. Я всё равно не нагружаю практически ногу. И я хожу и двигаюсь очень медленно. И вчера я плакала весь день. Просто потому, что я не могу элементарно даже сходить в магазин, если мне что-то хочется. Мне постоянно нужно просить, заботиться обо мне. И всё это, конечно, тяжко. И очень грустно. И я никому не советую. И это вообще отстойно. И я буду очень сильно следить за своим здоровьем. Но самая большая грусть в том, что я не смогу сейчас в ближайшее время заниматься танцами. И скорее всего я смогу вернуться к ним в лучшем времени только в июле. В конце июля. Вот. А повредила ногу я 20 мая. Вот. И мне нужно будет пройти кучу восстановления. Это ток, физиоз. Как минимум 10 сеансов. И это ПК. Тоже как минимум 10 сеансов. И скорее всего мне также нужно будет носить ортез. И из-за постоянного стресса, из-за того, что я просыпаюсь постоянно ночью. Я совсем недавно начала более-менее нормально спать. Из-за того, что я очень быстро устаю. Такое стрессовое состояние. У меня понизился иммунитет. И я заболела второй раз подряд. У меня пропал голос. Может быть, я вставлю кружочки, если пойму как. Я встава начала плакать, переживать. Из-за всего. Кажется, что я жалуюсь. Да, я жалуюсь. Потому что это ужасное время, которое мне очень не нравится. Я не хочу его повторять. Не очень жду, когда оно закончится. Не знаю. Возможно, это какой-то стресс перед днем рождения. Но, в общем-то, в общем-то, да. Я постою пока в кустах после своей небольшой прогулки. Мне назначили физио. Я была у врача ориентировочно 20 июня. То есть... Ау! Нога заболела. Через 14 дней. Ну, то есть, через две недели, возможно, мне уберут клюшку. И, наверное, потом Ортес. Не знаю. Надеюсь, что все это будет быстрее. Мечтаю. Настроение кардинально изменилось. Только потому, что мне разрешили выходить на улицу. Кажется, случился утренний пикник. Что это за озеро? Ты что, снимаешь? Ну да. Я не готова сейчас кулакать. Подожди пикник. Да. Потом пересекли. Это Плещеево озеро. Как? Плещеево озеро. Плещеево озеро. Переславль-Залеска. Переславль-Залеска. Залеский. Переславль-Залеский? Да. Переславль-Залеска. Мы тут одни с удочкой сидим. Сидим. Ветер волосов. Сижу. Ем. Так хорошо. Я так соскучилась по природе, по воздуху. Мне как будто не хватало витаминов и солнца. Прям разогнался ветер. Весь этот день не спланировала Юля. Это был день-сюрприз. Вначале мы утром отправились на пикник, как раз когда было солнечно. Затем в дождик я поехала на массаж. В студию меня отлично размяли. Я вышла оттуда красная, счастливая и очень отдохнувшая. И дальше я поехала в любимую студию. Текстура, чтобы слепить миску на гончарном круге. У меня очень много изделий с текстурой. Я люблю эту студию. Даже не хочется немножечко отдалиться. Это было очень атмосферно. Я слушала весь день свой плейлист. Свои любимые песни. И просто лепила. А Юля меня снимала и фотографировала. Что за красавица? Что за палочка? Свои любимые песни. Крадемся. Тут начинается наше путешествие. Так, оттеневая луку. Кошечка. Пишечка. Жилетка. Рубашечка. Мойчика. На той открытке. Юля, знаешь, какая у нас есть проблема? Какая? Я в чём, в туалет. Серьёзно? Мы пошли в кусты, сходим уж перед полётом. Какие? Они тут долго будут, давай скажем. Пошла. Пошла в туалет. Это твоё упущение. Я вон под подружки подержу. Какие подружки? Там корову мочать не слышала. Я не слышала. Какие? Тренажёр. Раз, два, 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 три. Забегай! 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 Тебе. Хочется тогда упасть и сломать спиду. Немножко кеды сырые, правда, но это все молодцы. Будут какие-то вопросы, Маш, дай какие-нибудь вот этим голосом? Можешь другим. Я думаю. Ну попробуй. У меня больно. А я больно. У меня больно. Я люблю ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я в отеле в Москве и хочу поподробнее рассказать, что же случилось Так хорошо Я обожаю Обожаю Чистоту Отели Такие мягкие халатики Мягкие постельные Принадлежности Много подушек Чистая белая кровать огромная Да, у меня тут уже все Все застаршествовано Потому что Может я могу себе позволить это Ладно, я сейчас соберусь с мыслями Я просто после горячего душа И вернусь На самом деле за последние два дня Спала пару часов Вот поэтому Наверное Такое ощущение Хочется просто лежать Сейчас Ничего не хочется больше делать Так ты качаешься Страшно? Нет Пришли в парк аттракционов Гуляла, затарила меня прокатиться на цепочной карусинке Я сопротивлялась Ей негодовала И Бесилась Но в итоге у меня понравилось Но меня тошнит И теперь мы Пройдемся на колесе обозрения Так все Да, открылась Да? Видишь? Да Очень красиво Садит в бардель Нам вниз Заснет мой нос Зеленый карри с морепродуктами Какой-то супчик С морепродуктами Брокколи на гриле Засывающая щелчка Которая пытается зачерпнуть лапшу ложкой Ш테p Ну ш�� Немного Здесь Что? Уженая Что? Нет Что? Это Редактор Тесной Ну Respect Это Он Он crist Прошу Режда Зак С Поняла, что в Москве все улицы похожи друг на друга, они все какие-то одинаковые, ну, по крайней мере те, что видела я, не могу сказать, что я видела прям много улиц, но они все очень-очень похожи. Они красивые, они огромные, они впечатляют. Очень впечатляет такси в Москве. Как-то так случилось, что все поездки были на бизнесе, и это очень-очень приятно. Ты слушаешь свою музыку, ты в комфорте, ты в очень удобной машине, тебе открывает дверь, там вода, что очень удобно. Я была на удивительной выставке. Это очень красиво. Это безумно красиво, что я хочу, потому что я уже поняла, что я приеду сюда, и сто процентов еще раз пойду на эту выставку. Я оставлю кадры, вы не отширеете, девочки. Супер вода из чайника выливается. Искусство, выставки, культура, музыка. Здесь, конечно, очень сильно развито, и это то, что сильно манит, и что заставляет, мне кажется, возвращаться. Я бы хотела приехать сюда с друзьями, компанией именно, и еще раз повторить трип. Надеюсь, что когда-нибудь это получится, потому что обычно я спонтанно пишу Лизю, типа поехали в Москву завтра, или поехали в субботу в Москву. Что-то все как-то не случается. Моя спонтанность не привлекает, видимо, людей. И завтра мы едем в велокафе. Господи, как оно называется? Полдин. Полдин? Нет, не Полдин. Салют. Салют. В прошлую поездку в Москву мы не смогли туда попасть, но это то заведение, в которое я реально хочу сходить в Москве. Чтобы мы понимали. И там всегда много людей. Это как в Ярославле, кофе он твой. Это твое любимое заведение, но ты никогда туда не можешь попасть. Там очень вкусно, там очень круто, но ты никогда не можешь туда попасть. Сегодня мы ходили в Джинджи, и там было невкусно. Это очень маленькая точка, и там почему-то очень плохие отзывы, но мне очень не хотелось туда сходить. И я взяла там мачо на фундучном молоке. Это была, ну, средняя, достаточно плохая мачо, и она стоила что-то 490 рублей. Блин. 490 рублей, мне кажется, можно сделать вкусно мачо. Ну, особенно на фундучном молоке. Ну, да ладно. Юле тоже мачо не понравилось, я набрала на обычном. Мы сделали пару фотографий. Люблю места, которые с плиткой. Я не знаю, почему мне очень нравится плитка. Я не люблю вот какой-то такой, что это, скандинавский, какой это стиль, я не знаю. Не люблю боха стиль. Я в целом очень мало стилей люблю, но мне очень нравятся всякие такие маленькие кофейни с минималистичным дизайном, например, с белыми стенами, с белой плиточкой. И там, где много дерева, например, деревянные столы из красивого рыжего или красного или коричневого дерева. И где зелень, и где есть какие-то контрастные элементы по типу. Синие стулья, желтые стулья, может быть, трубы цветные, акцентный свет. И когда они совмещают в себе единый стиль. То есть там в едином стиле приборы. Соль, перец, все эти вот дела. Меню. Посуда. Официанты. Когда все выглядит очень-очень гармонично. И это выглядит классно. Вот это заведение классно выглядит, но там невкусно. Много отзывов, что там невкусно. Ну да ладно. Я хотела туда съездить. Это очень красивое, визуально приятное место. Но кухню найдем где-то в другом месте. И завтра в 12 июля уезжает. Мы выезжаем из отеля. И я буду предоставлена сама себе. Буду гулять по Москве. У меня уже не первый день 10 тысяч шагов. Это вообще не ощущается. И кажется, что я прохожу 2000 шагов. Казалось бы, сегодня я там с 9 до 6 работала. И дальше мы уже пошли гулять. И обед мы еще гуляли. Мы ходим в парк Сокольники. Потом покатались на колесе обозрения. И на цепочке. Я впервые выходила без ортеза. Надеюсь, мой врач никогда не увидит это видео. Потому что надеемся, я ходила без ортеза. Но меня очень расстраивает, что я не могу надевать никакую одежду. Просто потому, что мой ортез, который находится на моей ноге, он не позволяет мне в целом практически ничего носить. Это меня расстраивает. Мне очень грустно. Мне хочется надевать ту одежду, которая мне нравится. И носить обувь, которая мне нравится. Но я не могу этого делать. И я буду говорить об этом постоянно. Поэтому я очень жду. Я попыталась выйти без ортеза. Но это очень, во-первых, страшно. Во-вторых, мы ходили на колесо обозрения. Оно постоянно двигается. И, соответственно, чтобы туда зайти, нужно заходить достаточно быстро. Меня очень стрессануло. У меня как-то хрустнула коленка. И затем очень сильно заболела нога. Я подумала, что я дебилка полная. Поэтому очень осторожно быстро вернулась в отель. И не снимаю ортез. И на всякий случай нанесла гель. Вот. Больше я снимать ортез не буду. Кажется, что я здесь уже месяц. Если честно, вот эта пара дней была настолько насыщена, настолько как-то разнообразна, настолько всё новое. И я считаю, что люди обязательно должны ездить путешествием. Просто почему? Когда мы дети, нас всё впечатляет. Для нас в целом обыденные какие-то вещи, город. Для нас всё новое, всё интересное. Мы ни к чему не прикипели. Не знаю. Как-то наша жизнь, она пестрит красками. И дни пролетают, не знаю, незаметно, но кажутся очень длинными. Как будто бы они тянутся в вечность. Мы, не знаю, не замечаем и очень замечаем это время. Но чем чаще, чем старше мы становимся, тем больше притупляется наше видение, наши привычки, наш день. Становится днём сурка и город, и место, где мы работаем, где мы учимся. Вообще, мне кажется, нужно менять всё. Нельзя работать долго на одном месте. Потому что это рутинно и становится это скучно. И знаю, твой день, он кажется бесконечным. То есть кажется, что время только увеличивается. И, во-первых, ты не замечаешь этого времени. То есть у тебя нет ощущения, что месяц тянется как год. Неделя тянется как месяц. Пара дней тянется тоже как месяц. У тебя день тянется долго, но времени ты не замечаешь. То есть у тебя всё идёт наоборот. Но каждый раз, когда мы ездим в путешествие, на неделю, например, в оплачиваемый отпуск, для нас дни пролетают незаметно. Просто по щелчку пальца. Но наша насыщенность, как будто бы мы там находимся месяц. То есть, не знаю, это очень классное ощущение, очень классное впечатление. Чувствовать изменение времени. И для того, чтобы жизнь дальше становилась интересной и дальше ты возвращался в свой город и смотрел на него по-новому, и твоя жизнь меняла ход, рутинная твоя, нужно обязательно куда-то выезжать. На один день, на два дня, на три. Не обязательно ехать куда-то на неделю. Мне кажется, вообще Москва такой город, куда тяжело приехать на неделю. Не знаю. Нас спросили, почему мы приехали на такое небольшое количество дней. И, если честно, я даже не задумывалась об этом. Кажется, что неделю в Москве жить достаточно долго. Но почему-то именно в Москве мне не хочется быть на неделю. Возможно, раз в три месяца приезжать сюда на два-три-четыре дня. Это оптимальный вариант. Но не на неделю. Я устала. Я уже немножко так поднапряглась от ритма города, от пробок, от кучи машин, от многоэтажек, от огромных улиц. Хочется везде сходить, хочется все посмотреть. Но уже хочется домой, обратно. Вот. Так что завтра у меня план тоже уехать в Ярославль. Но перед этим сходить на концерт группы «Своей мечты». Вот. Я очень предвкушаю это. И завтра мы едем на завтрак в 8 утра в Салют. Если там снова все будет занято, я, конечно, буду негодовать. А Юля поедет в Ярославль на встречу рабочую. Вот. В целом очень много обсуждаем, очень много размышляем. Обожаю задавать Юле странные вопросы. Последний вопрос, который я спросила, это если бы она была мамой-одиночкой, была бы ли она хорошей мамой. Мы сошлись на мнение, что она была бы хорошей мамой-одиночкой. А до этого мне стало интересно, если бы она хотела поменять какой-то цвет в мире на любой другой, что бы она изменила, она изменила небо и окрасила бы его в красный. Странная штука, конечно. Вот. Мне в целом все интересно. Здесь, но хочется, хочется в Ярославль. Но завтра я схожу, наверное, в салют и буду говорить, что здесь очень хорошо. Потому что мне кажется, что мне очень понравится в салюте. А еще мы нашли фотобудку. Мне кажется, это огромное упущение, что в Ярославле нет фотобудки. Я очень люблю ее. Мне очень нравятся какие-то важные, знаковые события, делать такие фотографии. Особенно с друзьями. У меня есть единственная фотография из фотобудки. Это из Костромы, когда мы ездили туда впервые с Любой и с Юлей. Я возила их и приглашала к себе в гости, когда у меня там еще была квартира. И все. Почему я расслабляю этот фотобудок? Где они? Ладно. Я пошла переодеваться и вытаскиваться. А вам до следующего кадра. Не сходи, чтобы он не нашел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!